Когда родился последний пророк ислама? Чему наряду с Кораном он обучал своих сподвижников? Кто из них еще при жизни был обрадован раем? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в ходе познавательной викторины. Она прошла 7 декабря в Саратовском исламском комплексе. Организаторами интеллектуальной встречи выступили городские имамы. В течение месяца у нас проходили лекции в нашем исламском комплексе, по итогам которым мы решили провести викторину. Каждый лектор предоставил определенные вопросы на несколько и мы выбрали, составили общий список и уже предоставили на суд верующих, чтобы они проявили свои умения, навыки в отношении знаний, историю послания к вам. В начале викторины о ее важности напомнил муфтий Саратовской области Мукадас Хазрат Бибарсов. По его словам, такие мероприятия помогают больше узнать о качествах лучшего из людей, а также заложить в детях правильные ориентиры. Поэтому это в наших руках, это в ваших руках. И очень надеюсь и прошу Аллах, Ханагулатяля, чтобы сегодняшний наш вечер был вот таким, хотя бы одним небольшим шагом, вот это достижение вот этой хорошей благородной цели. В этот день мусульмане узнали много интересного. Викторина охватывала широкий круг вопросов о жизни пророка Мухаммада, мир ему, и истории ислама. Задание поделили на три блока. Вопрос, во время какого веления шариата посланник Аллаху сказал подобные слова, а именно «возьмите от меня свои обряды». Специальные вопросы подготовили и для самых юных участников викторины. Они справились с заданиями, за что были награждены особыми подарками. Высокий уровень интеллектуального мероприятия отметили и почетные гости. Много вопросов, конечно, было, и нелегких вопросов было. Уровень, конечно, могу сказать, что кусок жизнеописания пророка Мухаммада – это не просто, это некая какая-то информация, это именно его путь, это не только его слова, это его деяние, его жизненный путь, как пример для всего человечества. Поэтому такие мероприятия вдохновляют людей. Участники викторины считают, что такие встречи несут в себе много положительных моментов. Поэтому не стоит упускать возможность посещать их и участвовать в интеллектуальных состязаниях. Я вообще стараюсь не пропускать именно такие мероприятия, потому что знания, они подобны морю, а мы всего лишь только даже коснулись ногами этого моря. Встреча получилась познавательной как для детей, так и для взрослых. По ее итогам каждый смог пополнить свой багаж знаний и по-новому открыть для себя личность лучшего из людей.